Я рад заметить, что и в Украине, и в Молдавии, думаю, и в Грузии, я ситуацию меньше знаю в Грузии, но в наших странах я знаю лучше, это говорят, знаете, какой основной фактор, основной элемент преодоления этой конфликтной ситуации? Это превращение наших стран или территорий, которых мы контролируем, в более привлекательную модель развития общества по сравнению с теми проблемными регионами. Например, если у нас будет более эффективная экономическая модель, конкурентоспособная, если будут более высокие социальные стандарты, если будет более развитая демократия, если будет более справедливая судебная система, более эффективная образовательная система, медицина и так далее. То есть все, что волнует людей, инфраструктура, если хотите, если инфраструктура, дороги будут лучше и так далее, то есть это будет очень сильно привлекать людей с этих проблемных территорий, на которых, надо признать, не наблюдается вот такое стремление к модернизации, к изменению, к поднятию вот этих стандартов. К сожалению, там консервативная политика, стремление к консервации этой ситуации. А это плохо, потому что в любом случае люди такие, что они стремятся жить лучше. И когда вы спросили о новых факторах, элементах, а вот видите, там вот сближение с Европой, отмена визового режима, значит, режим свободной, зона свободной торговли с Евросоюзом, это повлияло на ситуацию? Очень сильно повлияло, очень сильно. Вы знаете, как жители Приднестровья, с каким удовольствием сейчас идут и стоят в очередях, на правом берегу, чтобы получать молдавские паспорта, молдавские новые биометрические паспорта, потому что путешествовать в Европу без виз они свободно могут получать, это наши граждане. И, знаете, на протяжении одного года где-то около 100 тысяч жителей Приднестровья получили новые молдавские биометрические паспорта, которые дают возможность путешествовать в Европу без виз.